Добрый, добрый, добрый вечер, дорогие друзья, у микрофона друг, это студия Агрокам ТВ, и кто знал, что мы с вами услышимся сегодня еще раз и услышимся на матче команды Империи против Якорей. Ну, что сказать, команда Эмпайр очень неожиданно для всех проиграла коллективу Вега Сквадрон, причем так, не сказать, чтобы Империя проиграла, Вега были невероятно сильны, у них был стенд-ин ФН, который заменил Ноу Вана, и хочу я вам сказать без обид Ноу Ван, но на фоне ФН он просто в пыль не попадал. Но ФН был прям-таки великолепен, один из главных двигателей команды Вега Сквадрон. Это тот случай, когда стенд-ин за собой тащил всю команду, это очень круто, как я бы взял Адмирала Бульдога, например, для своих каких-нибудь каточек, просто так, стенд-ином. У нас там Вася Пупкин заболел, адмирал, иди ко мне. Ну, естественно, не так, Вега Сквадрон сильная команда, безусловно, но ФН явный был лидер конкретно в этом матче и смотрелся прямо-таки на заглядение хорошо. Ну что, Эмпайр забирают себе Туска и забирают себе Нагу Сайрон. Также Винтерн Виверн, Шадоу Финт и Шторм Спирит отлетают для команды Форэнкерс НС Кэптон в баню. Отправили Лишрака, отправили Квапу, Лина отлетает и Даззл тоже уходит для коллектива Форэнкерс в баню. Ну и со стороны Эмпайр, Андайен, Квисп, Шейкер и Клокверк отлетают в баню. Ну, по пику команда Эмпайр сейчас забрала в принципе двух саппортов, пока что кор-героев нет. Я думаю, что Нага вряд ли будет здесь фармить, тем более вряд ли будет фармить на мидлейне, только что Вега забирали Нагу как раз-таки с Туском в паре и там Нага исполняла роль саппорта. Эмпайр может вообще стратегию команды Вега сейчас заберут и используют ее против Якорей. Если вы помните, против Якорей Эмпайр играли и с Якорями отыграли очень быстро и уверенно, выиграли и пошли дальше. 2-0 и go next. Собственно, Эмпайр Якорей практически не заметила. Нормально так, ровненько, сильно, без шансов для соперника. Глянем, будет ли так сейчас, не знаю, что-то с Эмпайр не так и возможно проблема в том, что нет основного игрока Йоку. Вместо него играет NoFear, может еще не... Как-то приигрался у нас сам NoFear в составе Эмпайр. Ну и не стоит забывать, что Эмпайр очень мощная команда, она в десятке лучших в мире. И это означает, что она должна быть, во-первых, с индивидуальным скиллом потрясающим, во-вторых, очень хорошо сыгранной. Сыгранность это распространяется на пятерых человек. NoFear лицо новое в команде Эмпайр. Ну и естественно, ненадолго пока Йоку не вернется в состав. И естественно, один герой как минимум выпадает. Даже если сам по себе NoFear не ракует, то в любом случае команда в четвером имеет организованность, а в пятером траблы какие-никакие, но все-таки появляются. Ну что, команда Эмпайр забрала себе пака третьим героем. Герой, я так понимаю, для резолюшена, скорее всего. Мидлейн пак не больше здесь видится против СФа, например, и против Шторм Спирита тем более. Да, пак против Шторма на мидлейне достаточно силен. СФ может у нас уйти на легкую, а может и стоять на мидлейне против пака может быть Шторм Спирита. Хотя, чего я решил, что резолюшен у нас будет играть на паке, может пака вообще в сложную отправят и будет там себе спокойненько NoFear на нем фармить. Ну и Баунти Хантер для команды Фрэнкер Сэнси Кэптон. Баунти Хантер это первый претендент на сложную линию. Вообще, кстати, Эмпайр отдали Винтерн Виверну, удивительно. Немножко герой Таймбовый, герой, который прям просит, чтобы его понерфили. И по идее он очень часто отлетает у нас в баню, так же, как и Андайинг. Но Андайинга забанили, на Виверну забили. Вот Виверн первым же пиком для команды Фрэнкер Сэнси Кэптон. Задумалась команда Эмпайр, что где как будет по линиям, как кого контрить, с кем, собственно, работать, на кого обращать внимание. Фантом Ланцер, вот она, тяжелая артиллерия. Сайленту дали героя, который в первой игре против Эмпайр за вегу наказал саму команду Эмпайр. Чуть ли не 60-минутная была катка, и там Пэл в лейте перелейтил Сайлента на гирокоптере. Ну, последние баны пошли у нас. Кстати, удивительно, против Вега, против Эмпайр забанила пятерых мидеров, пятерых. И на мидлейне в итоге у нас Резолюшн стоял на Тэмплар Ассасин и не вывез, не получилось. Вроде бы там ФН не очень силен был в вопросах какого-то фарма начального. А Тэпларка перефармливала его, и ФБ забрал Резолюшн. Вот, Империя должна была быть на голову выше, казалось бы, на мидлейне. А дальше мидлейнер команды Эмпайр не доформил. А у СФ раз за разом появлялись новые артефакты, потом где-то Трипл Килл, потом где-то Ультра Килл. И СФ, в принципе, Эмпайр в большей степени и наказал, как и в первой игре Шторм Спирит. Во многом против команды Эмпайр выглядел здоровски. Ладно, все, забыли, проехали. Эта история уже. ФН, который играет за Вегу, он не в этом матче, все. Извините, я слишком занудный. Дизраптор отлетает в баню от команды Фрэнкер Сэнси Кэптон. И Брудмазер тоже отлетает в баню от Эмпайр. По последнему пику осталось коллективом. Пейл, я думаю, что пойдет фармить легкую линию Нага, Саппорт, Туск. Возможно, пойдет сложную. Пак, скорее всего, на мидлейн для Резолюшена. В таком случае нужен еще один саппорт команде Эмпайр. Дизраптора забанили игроки команды Фрэнкер Сэнси Кэптон. И да, выбор саппортов, он огромен на самом деле. Кто угодно, в какой угодно последовательности. У всех есть дизейблы, у всех есть станы. Бери, не хочу просто любого. Феникс, последним пиком. Укомплектовались Якоря. Феникс, Баунти Хантер, Шторм Спирит, СФ и Винтерн Виверн. Ну и какой-то саппорт, который... Вот он, хотел сказать по поводу саппорта, которого забанили, по поводу дизраптора. Что дизраптор бы здесь мог очень хорошо заходить, благодаря своему статик-шторму, благодаря массалу и такого полезного, с таким полезным массовым скиллом массалом, как дизраптор. А тут попробуй еще поищи, а тут Сайленсер, который не просто с полезным салом, а который это сало не по территории, а по всей карте у нас распределяет. Ну, я думаю, вы в курсе. Сайленсер это, конечно, неприятность полнейшая. Увы с Фонофлай, если вывезет необходимые артефакты, получит необходимый левел, то я думаю, что и Аганимы мы с вами увидим. И рефрешер арбы, и все-все-все-все-все. Аганимы мы с вами увидим. Так, ну что, возвращаемся к матчу. На данный момент команда Эмпайр уже разобрала всех своих героев. Давайте разберемся сразу же по персонажам, кто на ком играет. Резолюшн забирает себе Паку. Аганимы будет отыгрывать у нас на Сайленсере. Ноуфир будет играть на Туске в сложной. Алоха Дэнс саппортит Сайлента на ПЛ. Сайлент будет на ПЛ, а Алоха Дэнс будет саппортить. Саппортит его на Наге. Нага, которая в свое время была дичайшим керри. Жесточайшей лейтой, от которой никакого спасения не было. А теперь у нас у Наги другая роль. Нага опять вернулась на свои позиции 2013 года. Она снова саппорт. Снова саппорт. И основная ее роль это давать сетку. Давать Сонгу в Сайлен. И по возможности Рептайт запилить. Все остальное так. Не обязательно совсем. Буги уже отправляется на мидлейн. У Буги практически нет маны. Буги тут натерпелся. Ну и сразу же у нас разбивают ворды. Что Резолюшн, что Буги моментально одновременно поставили ворды. Друг друга увидели. И Буги... В принципе, Буги уже известен Резолюшну. Понятно уже, кто здесь находится. На эмфи в это время фармит на СФ и мидлейн. Резолюшн будет страдать от Буги. Резолюшн надо еще один вард. Но пока что вард отсутствует сам по себе. Да и Курьера сюда привезти опасно. Потому что хитрый же этот Баунти Хантер. И он может развалить Курьера. И наверное пойдет этим заниматься. Скорее всего. Почему бы и не пойти. Буги здесь. Опять же, подрезать крылья Паку. Резолюшн у нас на лоу ХП. Улетает в Иллюзори Орб. И очень неудачно приземляется. Прямо-таки под койл от Нэнфи. Это ФБ для команды Форэнкерсон Сикептон. Буги немного заработали. Но что-то все-таки заработали. Ну и на сложный Ноуфир. Уже огребает у нас от Матумба Мэн. Матумба Мэн цепляет Ноуфира. Еще один удар от Валикса. Минус два. Команда Форэнкерсон Сикептон сразу двоих героев отправляет в таверну. И повела. И у Эмпайр теперь такие траблы. Опять настреливают по Резолюшну. Здесь близко Буги. Резолюшн. Ты же не мог этого не знать. Резолюшн у нас уходит в фейсшифт. И наполучал, конечно, очень плотно Резолюшн. Но жизни ему здесь не дадут. Буги постоянно будет здесь, пока не будет варда, пока не будет возможности контролировать этого сумасшедшего кота. Жизни для Резолюшн немного здесь. Так, ну и у нас Туск забирает в это время Винтерн Вивер. Ноуфир на Алоха Пэма. Тумба Мэн начинает нарезать Ноуфира. У Алоха Дэнс нет Маны на сетку. Так бы можно было поймать Мантуба Мэна у Ноуфира. Начинает отпиваться Маной. Сноубол через... Немножко. Совсем сбивают ему, кстати, Фласку. И что? Ноуфир, скорее всего, приехал. Я думаю, Буги его расковыряют. Нет, Буги просто пилит по спине Нагу и уходит отсюда. Странно. На Медлыйни ты был поагрессивней. Резолюшну. Дали немножечко пофармить. 11 на 2 у него Крипстат. 11 на 6 у СФа. Резолюшн тут много внимания уделял фарму. Это видно. Он не отстал от СФа. Но та агрессия, которая была от команды Фрэнкл Сэнси Кэптон, все-таки ФБ им подарила. Трикси на сложной линии. Крипов не нюхал в принципе. У него 0-0 Крипстат. 0 Смертей. 0 Убист. 0 Асиста. Ну, единственное, что это не нулевой левел для Феникса. Третий левел уже есть. Always on a Fly. Тоже есть третий. И он начинает у нас харасить через Глэйвы. И начинает харасить Феникса. Упээла. На котором отыгрывает. Так, у нас Пака опять пробивают на мидлейне. Покажись, Резолюшн. Резолюшн не показался. И Нага тоже у нас сильно битая. Отправляется в таверну. Засмотрелся немножко на легкую линию команды Эмпайр. Упээла по Нетворсу. Вторая позиция. Уступает Немфи на СФ. Немфи остался фармить. И Немфи опережает у нас Пака уже. Причем прилично так опережает. Больше тысячи. Немфи выигрывает по Нетворсу и Резолюшн. Как-то Империя совсем не уверена начинать этот матч. В это время допилили у нас Феникса на сложной линии. Все Резолюшн, ну не то как-то. У Буги второй левел. Только-только, но сколько же он печали внес команде Эмпайр на нижнем лайне. Феникс, я так понимаю, не будет пока возвращаться на сложную. Триксик куда-то у нас направился. Даже и непонятно куда. Может на Резолюшн еще один выход будет на мидлейн. Но бояться Резолюшн. Что Вега боялись, что команда Франкерс и Цикет много внимания ему уделяет. Валикс сам себя отправляет в колбу. Хилится неплохо. Ноуфир на лоу хп разобрали сначала Валикса. Потом Ноуфир у нас отъехал в таверну. Алоха Дэнс файтится против Буги. Алоха Дэнс распилил-то в итоге Буги. Есть здесь оверлот, но нет маны на ремнант. Но Матумбаумен просто с руки добивает у нас нагу. Минус 2 делает команда Эмпайр. И минус 2 делает команда Франкерс и Цикеттен. Счет становится 4-4. Причем все это было в одном и том же месте. Все это было на нижнем лайне. Больше немножко заработали якоря в данном случае. У Нэмфи 28 на 13, а у Резолюшена 18 на 3. Где ты, кстати? Резолюшен, Резолюшен постоянно на лоу хп. Ему очень сложно стоять против Нэмфи. Нэмфи тут и сам по себе, конечно, красавчик. Фармит, видно, что поинтересней. Да и как героем управлять, тоже знает. Матумбаумен, где ты? Матумбаумен на лоу хп. Нэмфир, кстати, мог бы сейчас и ворваться. Тут в КД еще скиллы, но Матумбаумен уже все. Возможность напасть потерял. Улетает у нас Матумбаумен. Хилится на базу. Буги возле Сайлента. Ух, крысятина. Резанул по спине Сайлента. Еще и настреливает Трикси здесь. Но недалеко у Ловесона флай. Где там Алоха Дэнс в это время. Алоха Дэнс в это время внизу дает возможность фармить на Уфиру. В пятерке, кстати, по Крипстату у нас Туск находится. Резолюшн просто приплыл. Матумбаумен прыгает у нас на Резолюшн. На Резолюшн улетает на хайграунд. У Матумбаумена есть Манана. Буллайтнинг, скорее всего, полетит дальше за паком. Если он самоубийца, конечно. Нет, не полетел. Есть Сноубол, кстати, у Нофира. Цепляемся и просто катимся. Прыгает на Матумбаумена. Матумбаумен, ой, как сильно просел по хп. Матумбаумен, Резолюшн здесь, Сайленс и разлетелся Матумбаумен на клочья. Пятый килл для команды Эмпайр. А здесь в это время Сайленс развалился. А здесь Трикси у нас под Салом не погибает, но очень битый уходит в таверну. Ну и Немфи уже здесь. Дабл килл на ровном месте. Как ты здесь оказался? Почему мобильный Резолюшн на паке у нас не может летать, а Немфи везде? Ну, инициатива явно за командой Фрэнк Сенси Кэптон. Эмпайр больше как-то на защиту работает. Потому что Якоря ведут себя агрессивно против Эмпайр. Поэтому Эмпайрам важно сейчас не послеваться на старте игры. Лейтата у команды Эмпайр очень внушительная. Фантом Ланцер, да, он умер. Но Сайленс свое дело знает. Сайленс знает, как фармить. И прекрасно с этим справляется. Поэтому Лейтата у команды Эмпайр намного мощнее, чем у коллектива Фрэнк Сенси Кэптон. Матумбомэн айшардом пропилил. Он, правда, психанул немножко на буллайтнинге, полетал. Это его не спасло. Резолюшн опять прилетает на мидлейн. Ну, как же сложно ему. Как же сложно. По Нетворсу он все вообще сливает на свитки портала. Он не зарабатывает деньги, потому что половину времени проводит просто в бегах. Он умер всего один раз. Но мог умереть раза четыре, наверное. И то, где Резолюшн не умирал, он был на лоу ХП. Следовательно, приходилось ходить хилиться на собственный фонтан. Это не есть хорошо для мидера. Мидер должен максимальное количество времени проводить на этом лайне. Это самый прибыльный лайн. По деньгам, по экспириенсу. Это лайн, который надо отстоять просто до красна вообще. Здесь стараться уходить как можно реже отсюда. И Резолюшн просто вынуждают своей агрессивной игрой якоря уходить на базу и постоянно хилиться. Лучше, чем умирать на самом деле. Но хуже, чем стоять. Сайлент уже приобретает себе хедрес. Есть у него базилка. Ну и тысяча голды осталось до Владмера. Если сразу, конечно, Сайлент пойдет у нас во Владмер. Есть также у него ПТ-шка. Давайте портефактом пробежимся, пока у нас небольшой застой в вопросах файтов. Фантом Лансера мы с вами разобрали. Наган. С Magic Wand'ом, с Boots of Speed. И Фурмен Шилд на Алоха Дэнс рвается Матумба Мэн. Есть Song of Siren. Алоха Дэнс, да пой ты свою песню. Никто же не отпустит тебя отсюда. Алоха Дэнс. Это как междометие сейчас звучало. Ну как так-то, а? Просто пилят его. И Алоха Дэнс думал, что он, наверное, уйдет. Попытался после иллюзий провязать Сингусарин. Но там просто ремнан был. Алоха после иллюзий приземлился лицом прямо-таки в 220 дэмэджа. 7-5. Якорян захватили инициативу, пока ее отдавать не собираются. Тысяча голды для них преимущество. И по экспириенсу 600 тоже для якорей. Так, ну что мы, артефактики. Давайте смотреть артефактики. No Fear немножко осталось до появления ПТ у Сайленсера. У Сайленсера ничего вообще нет. У Лэсона Флай у нас на бомже. У Сайленса копейки остаются до появления Владмира. Ну и Резолюшн на паке. У него Нул Талисман, Бутсов Спид и Боттл. Еще 1000 голды до появления Даггера. Пока что Даггером не пахнет. У Сайленса в руках очень опасное оружие. Фантом Ланцер может и за Тауэром подержать соперника, и поддефать, может атаковать, может просто харасить постоянно. Действительно неприятные герои. В руках хорошего игрока это смертельное оружие. Разваливают Тауэр по Топ Лейну игроки команды Эмпайр. Ну, сложно дается, конечно, игра без Йоку. Это понятно, это понятно. Четвером против пятерых. Да, но эфир не пустое место совершенно, но еще раз повторюсь. Свой игрок это свой игрок. А стенд-ин это всегда, всегда новость для команды. Ну что, пошел у нас Глобал от команды Эмпайр. Даблки от Резолюшена. И будет ли дальше идти у нас Резолюшен? Дримкоил провязали, развалили достаточно быстро, и Даггер появляется у Резолюшена. На 12-й минуте очень неплохой тайминг. Это при том, как сильно Резолюшен у нас терпел. 3-1 счет на данный момент. Киллинг спристрик. Всего по чуть-чуть, понемножку. Резолюшен постепенно отыгрывается. Ну и Эмпайр. Проигрывали тысячу, теперь тысячу по голде выигрывают. По экспириенсу, проигрывали 750, теперь выигрывают 300. Что вообще по статье можно интересно вам рассказать? Команда Эмпайр имеет... Ой, команда Эмпайр. Команда Фрэнкерсен Си Кэптон... В принципе, достаточно плотного керри имеет. Который фармит 520 ГПМа в среднем. Это очень даже такой уверенный показатель. 523 экспириенс по минуту Матумба Мэна. Сайлент там повыше, конечно, 549 у Сайлента, но... Это и понятно. Сайлент на уровне, на уровне. Команда Фрэнкерс явно не является фаворитом здесь. Вот, хотя после Веги утверждать, кто фаворит, кто аутсайдер, я даже боюсь на самом деле. С Вегой очень неприятная игра была от команды Эмпайр. И как-то совсем неожиданно Вега. Эмпайров наказал. Против Фрэнкерс Сенси Кэптон тоже, естественно, примерно такое же ожидание. Примерно такие же, как и против Веги. Но где-то маленький болельщик Эмпайр внутри меня съежился и переживает. 7-7 счет. Эмпайр по голде выигрывает 1200, по экспириенсу менее 500. Фарм продолжается. В принципе, Сайленту сейчас в драки лезть нет никакого смысла. Навязывать файты тоже, я думаю, бессмысленно. Постоять, пофармить, это вот то, чего Сайлент действительно должен добиваться. Кстати, на Сайлента втроем сейчас могут выйти. Сайлент лишнее себе позволяет Буги. Уже подсветил треком Сайлента. Кстати, у Буги уже Аркан Буцы есть. Такой красавчик. Сайлент наполучал у нас. Плотненько ульта пошла от Валикса до Пельгангера. Город Сайлента должен, в принципе, отсюда уйти. Или хотя бы попытаться. Буги пытается допилить его дальше. Алоха Дэнс нападает у нас на Феникс Сан. И не успеет добить Алоха Дэнс Феникс Сан. Но эфир уже здесь. Сайлент уходит. Сайлент улетает. Прям-таки они уходят. Сайлент уже под фонтаном. И Алоху здесь, скорее всего, разберут. Все, Алоха без ХП. Алоха отправляется в таверну. Счет становится 8-8. Там матумба мэнны на мидлейне развалили. Немфи тут как тут. Просто вездесущий этот Немфин постоянно в самом центре событий. БКБ уже есть у Немфи. И Виверна есть у Немфи. Которая его в любой момент подсейвит, подхилит. И практически фулловый СФ у нас выходит после достаточно неприятной атаки от команды Эмпайр. Счет становится 8-9. Эмпайр повели по фрагам. По голде они по-прежнему лидируют. Хотя и ненамного. Сайлент пошел собирать, скорее всего, Дефюжал Блейд. Так, у Сайлента Дуппельгангер проюзан 20 секунд. Еще кедэ. Ну и Сайлента-то здесь распилят. Буги тоже, скорее всего, команда Эмпайр заберет. Буги отправляется в таверну. Пока что размен один в один. Матумба мэн под салом. И у Матумба мэна нет маны. Даже если он проюзает стики, далеко улететь точно не сможет. Всего 100 маны. Начинает напиливать его по спине. Увесу на флай. Ничего толком не получилось. Теперь погоня переключается за Валексом. Здесь уже Немфи. И Немфи боятся игроки команды Эмпайр. Немфи неприятный сам по себе. А в пачке с Виверной вообще невывозимый. Валарус панч под задницу у нас Виверни. Виверна полетала, приземляется. И Немфи уже здесь. Увесу на флай. Ну какую же цель ты себе выбрал? Немфи под БКБ. Ему вообще похрен на все это. Он просто как терминатор. Идет и месит. Ульту отменяет СФ. Счет становится 10-10. Эмпайр на удивление хорошо дерется в моменты, которые, казалось бы, уже провальные. Нейрезолюшн с Даггером через Зори Орб за Валексом. Сайвенс по Валексу. Валекс в таверну. 11-10. Хорошо. Фраг заработали от IT. Тут есть, в принципе, еще одна цель. Тут есть Тавр. Ну и дальше будут гнаться за Трикси? Или мне кажется? По идее, отсюда Феникс-то улетает. Карус Дайв есть. Феникс Сан есть. Да всего предостаточно. Матумба Мэн сливает практически полностью Мануал. И все на флай. Провязал Глобал. Матумба Мэн разберут, наверное, еще до окончания Глобала. Где Резолюшн? Резолюшн улетает в собственный Лизори Орб. И у Резолюшна огромнейший траблый. Прячется Резолюшн. Резолюшна в итоге допилили. Минус 2 делает команда Фрэнк Сенси Кэптон. И голды здесь зарабатывает очень много. Здесь был надоедливый Баунти Хантер со своими треками. Естественно, накапало. Да, за 2 фрага дали 1370. Команде Фрэнк Сенси Кэптон и 1600 экспириенса тоже упало для них. Алоха Дэнс под треком. Сайлент отсюда уходит. А, кстати, Буги будет резать Алоха Дэнса. Нет, просто обновляет трек и уходит отсюда. Эмпайр, по идее, потеряли свое преимущество. Полторы выигрывали. Теперь 500 по экспириенсу. 500 в пользу команды. 500 в пользу команды Фрэнк Сенси Кэптон. Сайлент уже с Диффьюжал Блейдом. 17-ая минута Диффьюжал Блейд. Все, все в принципе достаточно хорошо. Резолю... Так, у нас достаточно крутой тайминг у Сайлента. У Резолюшна тоже. В общем-то, по таймингу все. Еще Даггер появился на 12-ой минуте у Резолюшна. В среднем на 11-ой минуте после Сапога он собирает Даггер. Здесь еще и Ботл был. Резолюшна цепляют. Пытаются улететь. А какие-то фейсшифты немножко странные у Резолюшна. Они же дольше, по идее. Нет, не дольше. 0.75. Все верно. Дальше за Резолюшном. А Тумба Мэн его не отпускает. Правда, без маны Матумба Мэн. Можно было бы напасть на него. Здесь попробую нападил. Весу на Флай ловит у нас трек от Буги. И дальше файтится желание как-то отпало. 13-11 в Якоря выходят вперед. Сайлент нужен здесь. Без Сайлента тут вообще печаль. Команда Эмпайр. Надо какой-то убийца, который мог бы все это вывозить и каким-то образом останавливать атаки команды Фрэнкерсенса Кэптона. А вот лишить маны Якорей, это, по-моему, хорошее решение. Достаточно уместное в данном случае. ПЛ вообще с диффузами просто чумной. Тем более с относительно равными диффузами. А тут еще и дополнительные артефакты Владмир, ПТ. Да даже Квилинг Блейд у нас есть у Сайлента. А вы говорите. У Резолюшна почти готов. Йоу. Осталось совсем немного на рецепт. Но после этой пачки, по идее, все должно уже быть в порядке у Резолюшна. Пятьсот же. Пятьсот вроде. Штот пятьдесят. Учим отчасти. Главное для команд... Так, ССФ в это время разрывает Сайлентсера. ССФ у нас с БКБ. У него есть даггер. Посмотрели, наверное, на ФН игроки команды Фрэнкерсенса Кэптон. Я не думаю, что здесь какие-то юлы появятся. Для ССФ. Даггер, Юл. Это просто печальная история. В это время разбирают у нас Феникса. На нижнем лайне Сайлент отцепляет здесь Валикс. Подстопил его через ульту. Немфик готов драться. У него есть БКБ. Сайлент. Доппельгангер через 15 секунд. Ну куда же ты денешься отсюда, Сайлент? Сайлент пытается мансить-мансить. Да не вымансил, конечно. Сайлент. Надо было делать тэп-аут, скорее всего. Потому что других вариантов просто не было. Тут выйти было невозможно. Доппельгангера не было. Дримкойл отрезолюшна по-троим. Валикс сам себя отправляет в колбу. И Дримкойл фактически в никуда отправляется. Ну и команда Эмпайр отходит. И, пожалуй, правильно делает. Дримкойл от пака в никуда. Ноуфир в соло драться точно не будет. Да и пак с руки тут сильно не настреляет. Трикси наваливает по Аллаху Денсу. У Трикси есть Супернова. По идее, Трикси лицо саппорту Наги Сайрен разбивает. По товарам статистика 2-2. По снесенным здесь нет мидлейна и нижнего. Здесь нет нижнего и нет верхнего. И мидлейн на половине хп стоит. По голде команда Эмпайр проигрывает более 3 тысяч. По экспириенсу команда Эмпайр проигрывает более 4 тысяч. И надо собраться. Эмпайр находится в нижней сетке. Здесь ошибаться нельзя. Два поражения. Две катки ты сливаешь и прощаешься с турниром. Остаешься на четвертом месте. А это совсем нехорошо. Совсем. Тем более, что Эмпайр являются явным фаворитом этого турнира. Являются, являлись. Не знаю, как после сегодняшнего дня будут ли являться. Ну, очень хотелось бы в это верить. Ну, чем дальше игра затягивается, тем неприятней будет команде Фрэнкерс Сенси Кэптен против Пэйла воевать. Сайлент уже собирается у нас выходить в манта стайл. Яша на подходе. Да, Яша остается немножко всего. 600 голды и будет готов Яша. Есть диффуза, есть ПТ. В принципе, Сайлент достаточно серьезной боевой единицей будет. Пока что файты он как-то и не рвется. У него три смерти. Тут файты сами. Его находят так. Сайленсер у нас цепляет Матумба Мэн. Матумба Мэн без маны. У нас на флай. Еще один удар и отваливается флай. Погоня за Матумба Мэном. Валикс здесь. Да какой же он неприятный. Это Винтерн Виверн. Что с ней делать вообще непонятно. Валикс старается сделать тэп-аут. И уходит. На соплях, но все-таки уходит. Матумба Мэна игроки команды Эмпайр доковыряют. Здесь куча иллюзий. Надо просто идти и сносить тавер. Скорее всего. Резолюшн тоже. Недалеко у Резолюшна есть уже Юл. У Резолюшна никуда не делся даггер. У него есть Дримкоил. Пошли на Рошана игроки. Команда Эмпайр. Хотят, видимо, обезопасить Сайлента. И в этом есть смысл. Вот кому-кому Сайлент умирать четвертый раз вообще тут не стоит. Да и Резолюшн натерпелся. Три раза у нас уже слился. Алоха Дэнс 3. И Сайленсер 1.4. Резолюшн поднимает у нас Триксис. Сало пошло по Триксис. И опять это Виверна. Через Вальдорус Панч разбивает у нас лицо Фениксу. Как-то справиться, конечно, можно с неприятностью под названием Колден Брейс. Вроде как справились. Эмпайр здесь 600 голды поднимают за один фраг. И отправляются на Т1 по мидлейну. С 3.5 уже до 2.5 преимущества Форенкарс. Даже до 1000. Дрим Койл у нас на одного Валикса тратит Резолюшн. Матумба Мэн притягивает Резолюшн. И просто разорвали капитана команды Эмпайр. Дальше за Матумба Мэном Ноу Фир. Надо хотя бы кого-то пнуть. Валикс приземляется на копчик. И ломает его себе. Отправляется в таверну. Ну и Матумба Мэн под Салом. Сайлент просто отсюда мансит и уходит. В это время ульта пошла у нас от Нэмфи. Нэмфи настреливает по команде Эмпайр. Нэмфи в БКБ. БКБ заканчивается. Нэмфи отправляется в сон. Но последнюю тычку все-таки дает и Сайленту. Надо отсюда уходить. У него есть Аэго. Он может в общем-то пофайтиться. Но здесь 4 героя команды Форенкарс. Сэнси Кэптон Нэмфи уже летит сюда. Да Сноуболл срочно. Просто катись по всем. Делай что-нибудь. Спасай своего тиммейта. Нэмфи, что ж ты творишь-то? Прокатился бы просто шариком по всем. Да спас Сайлента. Хотя был шанс в общем-то и пятым в эту братскую могилу лечь. Это практически тимвайп от команды Форенкарс. Сэнси Кэптон. Они дважды убили Сайлента. А остальных по разику убили. Единственное, кому не досталось, это Нэмфи. А Йокуба прыгнул. Ну и наверное умер там же. У Тузка уже есть. Медальон в Кураж есть. Брасер есть. ПТшка для Нэмфира у Сайлента. Рецепт на Монтастайл появляется и... И в принципе все. Просто чтобы потратить меньше денег из-за собственной смерти. Нэмфира мы видели у Наги. Так, Солар Крест, кстати, у Нэмфира уже. Готов. Ну, надо как-то дополнять у нас ПЛ. А эти у вороты в файте более чем полезная штука против СФа. Тузка мы видели. Сайленсер. Ничего. И Пак. С Даггером Пак. С Юлом у Пака есть... Пойнт Бустер. Готовится у нас Резолюшн появлению Аганима в Инвизе. Буги! Просто ходячее... ...западло. Буги видят Резолюшна. Трек по Резолюшну. Резолюшн старается отсюда уйти. Скорее всего надо отсюда уйти. У него есть Дрим Койл. Матумба Мэн дальше не полетел. Манны и так неплохо потратил на Шторм Спирит. Кстати, у Шторма уже есть Бладстоун. У него есть Огр Клаб. И он готовится к появлению Блэк Кинг Бара против Резолюшна. Против всех на свете. От команды Эмпайр. Единственное, от чего его не спасает, так это от Сайлента, который будет пилить, пилить, пилить. Ну, мне бы так хотелось, чтобы пилил, 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 пилил. Главная роль ПЛа. Ну, игра уже к мидгейму. У нас направилась еще минут 15 потерпеть команде Эмпайр. И можно будет файтиться относительно на равных. У СФа, правда, по артефактам все великолепно. Манта Стайл есть, БКБ есть. По фарму СФ на первом месте 14 с половиной тысяч у Немфи. И только потом идет ФПЛ, который отстает более чем на 3 тысячи от своего прямого оппонента. Зато обгоняет Мантумба Мэна. У Мантумба Мэна десятки еще нет. Ну и дальше Резолюшн с 9 тысячами Нетворца. По голде Якоря выигрывают 5 с половиной. По экспириенсу тоже 5 с половиной для Форенкер Сенси Кэптан. Ну и команде Эмпайр необходимо в принципе файтиться, когда они находятся в атаке. Я как это все вижу. Через Сноубол или через того же, например, Резолюшн в Соло, остальные в Сноубол. Так, Мантумба Мэн ловит у нас Дрим Койл. Мантумба Мэну сбивают ТП. И Мантумба Мэн отправляется в таверну. Трикси там от крипов наполучал. Это его личное дело. В это время команда Эмпайр забирает Мэнкерри Форенкер Сенси Кэптан в данном случае. Ну и сбивает ему заряды в Бладстоуне, что тоже есть хорошо. Сайлент против Немфи в Соло. У Немфи больше половины маны снесены. У Пэйла, кстати, уже сейчас будет Манта Стайл. В какой-то очной ставке, в файте один на один, я думаю, конечно, Фантом Лансер расковыряет у нас. Безусловно. СФ, а просто что СФ в Соло не дерется. Всегда рядом есть Винтерн Виверн. Неприятнейший герой. Герой, который просто убивает тебя психологически. Когда ты уже допиливаешь одного из героев, причем кор-героев, ты все в него вваливаешь, думаешь, ой, все, конец ему. И тут на тебе прилетает Валикс, дает Колд Эмбрейс, и ты стоишь, смотришь, как просто Аегис фактически вложенный в игрока начинает работать. Жестяк. У Резолюшина остается до появления БКБ еще 800 гол... до появления Аганима еще 800 голды. Тоже вещь более чем полезная. Разрыв тут слишком дорого будет стоить. Хотя тут, в принципе, если Сайленс не поймает у нас Шторм Спирит... Хотя, почему бы не поймать Сайленс? Здесь глобал. Как же его не поймать-то? Если Сайленс вот Пака не поймает у нас Шторм Спирит, в принципе, из Дрим Койла вылетать-то он может. Благодаря буллайтнингу, неуязвимости, все дела, полетел. Империя. Во вражеский лес. Все кроме Резолюшина, но Резолюшин догоняет. По чуть-чуть, понемножку догоняет. Кого здесь можно забрать? Здесь можно забрать Рикси. У него есть ТП, но надо нападать до того, как это ТП будет проюзано. В принципе, Фантом Лансер уже у нас. С Манта Стайлом. У Сайлента также тысяча голды на руках. Алоха Дэнс выходит на мидлейн. Сетка по Мантумба Мэну. Ну, Алоха Дэнс, ну это же Мантумба Мэн. Он играет на Шторм Спирит. Какая разница, будет у него сетки или не будет у него сетки. Пошел глобал у нас от Сайленсера. Резолюшин влетает на хайграунд. Нет, Резолюшин разворачивается и с Иллюзори Орбом просто все сделалось. Выплюнул Иллюзори Орб и отправился под Т2. Команда Эмпайра отступает до своего Т2. Здесь, если и будет файт, то только поближе к собственному таверу. В это время вниз отправляется у нас Алоха Дэнса. Почему? Просто на всякий случай. В принципе. Почему бы и нет? Я иду вниз, потому что я могу. У Сайлента уже 1800 после диффузов, после Манта Стайла. Теперь самое время, я думаю, укрепиться. Либо это будет Скади. Так, Матумба Мэн цепляет у нас Алоха Дэнса. Алоха Дэнс в Глимеркейп. Сайлент настреливает по Матумба Мэну. Матумба Мэну... Куда ты полетел? У Матумба Мэна маны практически нет и улететь не получится. Болл Лайтнинг тут попробую проезжать. Залетает у нас на клип Матумба Мэн. Ну где же все? Где ты? Резолюшн. Сайлент прыгает у нас на клип. Развалили у нас Шторм Спирита. До свидания. Увидимся в следующем файте. Шторм Спирит отправляется в таверну. Команда Эмпайр зарабатывает 1000 голды за него и 2000 экспириенсов. Вроде как очнулся у нас наконец-то ПЛ. ПЛ теперь в файтах выглядит уверенно. У него 2300 на руках и Фантому Манцеру самое время подумать о ХПшке. Резолюшн по-прежнему с Дрим Койлом. Аганим уже есть. Аганим будет 8 секунд держать всех в связи. И на 16 левеле 4,5 секунды стан из-за разрыва. Алоха Дэнс вместе с Ноуфиром. Какого плешего вы вообще здесь находились? Ноуфир готов у нас покатиться. Я, кстати, не вижу, куда он катится. Катится он на Нэмфи. Нэмфи входит в Глиммер Кейп. БКБ есть. У Нэмфи пока что не проюзывал. Ну и отдают у нас Ноуфира без вопросов. Причем у Нэмфи уже Годлайк. Уже Годлайк. 4500 на руках. У него есть Манта Стайл. У него есть БКБ. У него всего-то хренища. Он 19-го левела. Фантом Ланцер 18-го. И видит его. Сейчас будут врываться просто на Сайлента. Резолюшн прыгает в толпу. Глобал пошел у нас. Резолюшн. Дрим Койл. Где он стоит? Вот он стоит. Дрим Койл. Нэмфи зацепили. Дрим Койл-то у нас с Аганимом. Нэмфи у нас в итоге в кол-эмбрейс прыгает. И непонятно, чем вообще его бить. Бить его или убегать? Ясно. В итоге команда Эмпайр никого здесь не потеряла. Размонтила и ушла. И то неплохо. И то неплохо. А Сайлент стоит и пилит Эншентом. Нет Вижена. Очень плохо, что не видно Буги. Очень плохо. А вот Сайлента видно. И Буги прекрасно знает, где Сайлент. Да и вся команда Форненкер Сенси Кэптан знает, где находится Сайлент. Но пик у команды Якорей просто неприятнейший. Во-первых, это Винтерн Виверн паскуда. Во-вторых, неуловимый Шторм Спирит. Да, у него маны не так уж и много, но это Шторм Спирит. Он через Клиф перемахнул там, через Ёлки, через Крипов еще куда-нибудь отправился. Разорвал Дримкойл без печали для себя. Естественно, все это ловить, собирать в кучу просто в составе команды Эмпайр некому. Разве что Дримкойл от Пака под Глобалом. Это, конечно, все хорошо, но реализовывать это не так уж и просто. Ну и Пака у нас не атакующего, конечно, плана, но больше за счет собственных скиллов. Особенно чем-то продамажить, например, того же Хикса у Пака нет. Догона нет и слава богу, и слава богу. Немфи ловят у нас в сетку, ну так бейте его, если поймали, бейте. Сайенс пошел у нас по Немфи, начинает наваливать по нему на эфир, хотя кто по кому еще наваливает. Сон пошел от Алоха Дэнса, по идее отрезали Немфи, здесь еще у нас БКБ от Матумба Мэна. Минус Сноуфир, минус Always Wanna Fly, поднимают ветра здесь Нагу. Ну и просто месиво какое тут команда Эмпайр, где Сайлент в это время? Сайлент у нас в рожпите. У Сайлента через 3 секунды будет Доппельгангер, надо просто дожить. Сайлент стоит и ждет, когда Доппельгангер будет 1 секунда. Можно же улетать Сайленту, так вали отсюда. Файт Рикси пилит Сайлента просто как глухонемого. Сайлент на развороте, просто на истерике. Ну и здесь Немфи. Добрый вечер, я вас так долго ждал. Хорошо, что вы к нам заглянули. Немфи уже у нас Beyond Godlike. У него дохренища денег, у него есть деньги на Butterfly. Команда Эмпайр сейчас отдает 3 300 своим оппонентам по голде и по экспириенсу. 6 300 тоже в пользу команды Форэнкер с NC Кэптан. Сейчас графики обновились или не обновились, да хренам вообще эти графики. Да. Не знаю, Йоку не Йоку, в чем дело просто непонятно, но команда Эмпайр неузнаваемо дерется. Обычно организация была намного лучше, намного сплоченнее. Сейчас в файтах ну можно увидеть некий дисбаланс. Не так, чтобы глобальное какое-то разброт и шатание, нет ничего такого, но то, что не до конца понимает команда Эмпайр, что делать в файтах, это факт. Это факт. Цепляют у нас буги. Буги увидели, буги разорвали. Пак забирает этот фраг 26-19. Подняли за него 880 голды, 1400 экспириенсы. Это, конечно, все копейки, но из этих мелочей, собственно, преимущество и строится. Алоха Дэнс с Гемом. Причем Гемом науфировом. Все фармят кто где может. Сайвент на мидлейне. Так, а ну-ка, деньги покажи, Сайвент. Сайвент от 2300 на руках. У него уже есть Ultimate Warp. Сейчас будет второй. Остается всего лишь тысячу... где-то 1200 до появления Айф Скади. Команде Empire ни в коем случае нельзя проигрывать эту катку. Если они ее проиграют, они окажутся в одном шаге от вылета с ЕС Портала. В одном шаге от фактически досрочного завершения своего участия. Empire, еще раз повторюсь, фаворит этого турнира и просто так сливаться, занимать четвертое место ну не к лицу. Да, я понимаю, это все спорт, конечно же, и побеждать и проигрывать может каждый, но здравый смысл мне совсем другие вещи подсказывает. 12,5 в пользу якорей, 14 тоже в пользу якорей, только по экспириенсу. Вот там Немфи в это время ноуфира разбил. Ну и начинают пилить Тауэр Т2 по топ-лейну, по ботаму точнее. И дальше идет команда Франкерсенци Кэптен. Дальше идет в это время Empire пытается распилить Т2, здесь уже сторона будет сейчас падать. У Немфи с руки уже, ой, как много, 350 у Немфи с руки. 350, Сайленту надо либо лететь назад, либо пушить, но лучше лететь назад. Подраться на собственном хайграунде поинтереснее, чем стоять и просто терять сторону. слепой Алоха Дэнс. Мог бы всех через сонгу в Сайлент зацепить, пока что не рискнул, но ждем, Алоха Дэнс должен петь свою песню. Сайлент в это время на Мидлейне. У Сайлента есть уже Айва в Скаде, у него есть, если что, свиток портала, прилететь он сможет. Сайлент как ни в чем не бывало гуляет. Он пошел в лес фармить крипов. Нормальное решение. Летит метеорит, пойду поем. Да. Ну, команда Фрэнкерсен Си Кэптон тоже здесь спасавала и отправилась назад. Поэтому Сайленту есть время подфармить. Можно, кстати, и поймать здесь Матумба Мэна. Чем только ловить непонятно. Ну, хотя бы без маны его оставить. Сайлент за Матумба Мэна. У Матумба Мэна понемножку, по чуть-чуть, но мана все-таки заканчивается. Матумба Мэн у нас уже практически без мана поинтов. Сайлент сделал из него такого достаточно инвалидного игрока. Резолюшн мог бы прыгнуть и могли бы Шторма разорвать здесь. Сайлент просто сплит пушит понемножку, по чуть-чуть, но все-таки сплит пушит. Иллюзии Немфи отправляются у нас на хай-граунд. Алоха Дэн здесь один. По идее, должен отцейвить свой, отдефать свой лайн. Ну половину бараков рейнджевых снесли иллюзии Немфи. Сайлент очень неприятный, агрессивный, естественно, Пэйл. Так, Курьер Редиантов в это время развалился. Где ты был? Вот здесь он был. Иллюзии Сайлента развалили Курьера. Красавчик. Очевидцы, получившие приз за убийство Курьера. Два. Меня с вами нет. Могло бы быть три. Кто вообще знал? Вы посмотрите, всего два человека это видео. Извините. Трикси, налог ХП. Трикси, скорее всего, ждет ситуации, чтобы можно было провязать Супернову, но для этого кто-то должен сагрить всех на себя. Естественно, разобьют у нас Феникс Сан за считанные секунды игроки команды Эмпайр. Трикси в центре событий находиться ни в коем случае нельзя. Так, артефакты, артефакты, артефактики. Грейджин и Диффуза уже второго левела у Сайлента. Есть Манта Стайл, есть Айов Скади, Владмир, ПТ и 1000 голды сверху. Только-только себе Скади принес у нас Сайлент. Здесь Глимер Кейп, Владмир и что, два Владмира что ли? Да, два Владмира в команде, ребята. Стакается, не стакается, вообще все равно. Два Владмира в команде Эмпайр. Этот неловкий момент, когда... Так, начинают цеплять Дрим Койл по-троиму от резолюшена. Так просто разваливайте их. На Валикса прыжок пошел от Номфира. Валикс приземляется на копчик, развалился. Убивает Аллахо Дэнса. Матумба Мэн в БКБ за Always Wanna Fly. Always Wanna Fly отправляется в таверну. Сайлент начинает драться против всех и просто отсюда отходит, потому что файтится смысла немного здесь. Трикси вес суперновый. Трикси можно убивать. Иллюзии Сайлента пилят у нас Трикси. 60 хп. Трикси отсюда уходит. Доппельгангера Сайлента. Ему вообще здесь нельзя умирать. Резолюшн не успевает уйти фейсшифт. Матумба Мэн без маны. Сайлент, если бы знал, наверное, пошел бы дальше, но ошибился. Минус 4 уже от команды Фрэнкерсен и Кэптон. И Нэмфи дальше за Сайлентом. У Сайлента есть доппельгангер. Надо отсюда валить. Нехрен здесь вообще бодаться с якорями. Надо под собственным Т3 стоять и ждать. Команда Эмпайр на данный момент с этим экономическим положением, с положением по экспириенсу просто не способна драться на лоу-граунде. Им надо ждать, когда зайдут сюда на рампу, чтобы здесь встретить сверху, накрыть всех дрим-койлом, не знаю, в сон отправить. Да пофиг вообще. Ну что-то надо делать, это же не серьезно, ребята. 2,% у Фантом Лансера. Надо укрепляться ХП явно не хватает Сайленту И ХП не хватает, и у воротов Вообще много чего Сайленту здесь не хватает Вроде как бы и всего до хрена И при этом в файтах Сайлент Немного может себе позволить Может БКБ, например, кстати, Сайленту Тоже был бы не лишним против Шторм Спирита Во-первых, здесь Хекс Во-вторых, здесь Шторм Спирит через Вортекс Через всю эту хрень, которую он умеет юзать Очень неприятно делает Сайлент Здесь, я не знаю, кстати, ульта Сквозь иммунитет к магии Конечно же, да Почему бы нет? Винтер Вивер Разве стоит здесь что-то нерфить? Сквозь БКБ, да Сквозь иммунитет к магии, да Все, все, да Но здесь разве что нет Спасибо хоть и на это Убивает ли ваш скилл с одного удара Рошана? Конечно же, да Да, Виверна очень неприятно Очень, Сайлента увидели Сайлента у нас Манта Стайл провязал Сразу же в Хекс отправляют его У него есть Доппельгангер Но его, скорее всего, не отпустят отсюда Сайлента Сайлента развалили Байбек Имеется Если что, байбек есть Ну и на мидлейне у нас еще Ноуфира ловят Трикси прыгает у нас в толпу У Трикси есть Супернова Ноуфир просто должен отсюда бежать Резолюшн должен отсюда бежать Всем лучше отсюда бежать Ждать, когда появится Сайлента Если он будет байбекаться То хотя бы всем вместе Драться с хайграунда Надо байбекаться Сайленту Просто потеряют сторону Две стороны, как минимум Если мид падает Падает низ Это не обсуждается вообще Две стороны на байбек Я думаю, стоит менять все-таки Немфи начинает напиливать У нас уже по таверу Сайлент Матумбамен врывается у нас в замес Сайлент байбекается ТПшка пошла у нас у Сайлента В самый центр событий Резолюшн Дримкоил по двоим Матумбамен все в глобале Сайлент, пили Делай что-нибудь, пили Матумбамена расковыряли Минус 2 делает команда Эмпайр Дальше, дальше, дальше Дальше гнать якорей Резолюшн поднимает у нас ветра Буги, буги увидели Сетка на буги Буги в инвизи Шаром пока типа буги Буги на лохэп Минус 3 делает команда Эмпайр И далеко у нас уже Валикс Не нравится ему такое Немфи отправляется у нас Как можно подальше Команда Эмпайр после байбека Делает минус 3 Это уже неплохо С этим уже можно как-то жить 3600 по голде 7800 по экспириенсу 32-23 Ну команда Эмпайр рассмелела Пошли на Немфи В солото конечно Немфера Да, что, а, как, что, что, как 3700 на руках Сатаник Баттерфляй Манта Стайл Пауэр Трэдс Блинк Даггер И БКБ И Штарм Спирит в это время У нас Резолюшн Еще распиливает в соло Через Оркит Нет, здесь нет Оркита Через Хекс Через Хекс Так, Нетворс Давайте посмотрим 28 тысяч у Немфи Эмпайр забирают Кстати, Роху И, скорее всего Должны развалить здесь Немфи Сайлент Через Доппер Гангер Все заеведил Немфи В таверну отправляйся Отправляйся в ад Чудовище Да убейте вы этого Немфи Немфи в Глиммеркейпе Есть гему Алоха Дэнс Был, по крайней мере В любом случае Развалили Немфи Минус 2 делает команда Эмпайр Забрали Гадлайк Стрик Фантом Ланцер Забирает у нас Немфи Это более чем круто Для команды Эмпайр В пяте Сайлент пошел Выпиливать вражеские леса Появляется рефрешер Орб для Сайлентсера Это единственный Плюс Который Сайлентсер Может сейчас Ну то есть Максимальные Максимально полезная вещь Это Да ладно Еще и Феникса Развалил ПЛ 2.400 на руках Уже есть у Сайлента 2 джевелина И это означает что В принципе готовый МКБ Сейчас прилетит ПЛ Куда только девать Эйджис непонятно Сливать или не сливать Наверное пойдет и будет сливать Почему бы и нет Курьер уже несет что-то Сайленту Ну то есть МКБ я имею в виду Несет Может пойти и правда Засуицидиться Слить Аэгу И Владмир Сайлент выбрасывает Наверное правильное решение При Учете того Что у Алоха Дэнса Владмир есть Сайлент прыгает На хайграунд На мидлейне За Матумба Мэна Пусть иллюзии с ним разбираются Начинают пилить Тауэр Буги уже у нас Отправил На Сайлента трек Сайлент сбрасывает Матумба Сайлент трек Начинают Файтиться за бараки Игроки команды Фрэнк Сэнси Кэптон На Эмфи нет А почему нет На Эмфи не байбекается На Эмфи решает Что лучше отдать мид И скорее всего мид Команда Эмпайр должна забирать Алоха Дэнс недалеко Здесь резолюшн Он ждет Когда будет агрессия От команды Фрэнк Сэнси Кэптон Надо идти на нижнюю сторону И там навязывать файт Все есть А Эго есть Ее надо разменивать Глобал пошел у нас От команды Эмпайр Где ты? Где ты? Есть ли рефрэшер орб? Да, есть рефрэшер орб А то у Сонафлай Еще один глобал будет Сайлент допиливает бараки На мид лейне И отправляется на нижний лайн Команда Эмпайр уходит отсюда Так Сайлент уйди Не дерись, пожалуйста Да А Нэмфи как-то присмирел Лицо подрасковыряли Нэмфи поспокойнее немножко стал У Пейла у нас есть МКБ У него есть Манта Стайл У него есть АФСКАДИ Диффуза Всего в принципе нормально Так у Сайлента Чего здесь не хватает Это разве что Абисал Блейда какого-то ПЛ На Трикси пошла иллюзия У нас у Сайлента Сразу же Трикси отсюда уходит Ему не нравится Драться против Фактически шестислотового Фантом Лансера Но напиливает по Сайленту неплохо В Алекс на Сайлента Ульта пошла у нас в него же На Нэмфи Нападает Сайлент Кстати, за и выйдет Через Доппельгангер Не так-то много Но все-таки За и выйдил Нэмфи Теряет ХП Половина ХП у нас у Нэмфи Сейчас после Аэги Поднимается Сайлент И Нэмфи должны разваливать Должны, по крайней мере Ну Сайлент Ловит у нас Хекс Да вылез ты из Хекса Сонгл в Сайлент Пошел от Алоха Дэнса Ну смотрите Нэмфи на Лоу ХП Его должны здесь забирать Нэмфи Даггераут отсюда делает Сайлент Где ты находишься? Сайлент у нас уже на хайграунде Минус Трикси За Валексом Валекса развалили Матумба Мэн на Лоу ХП Хилиться Нэмфи Нэмфи сейчас вернется Байбэк от Феникса В это время падает Т3 На нижнем лане Нэмфи уже здесь Буги тоже здесь Команде Эмпайр Ни в коем случае нельзя умирать У них Одна сторона голая стоит Ну и мидлейн там тоже Достаточно бит Матумба Мэн Врывается на Алоха Дэнса Стараются Застопить у нас Матумба Мэн Он кстати поймал И Али Барда у нас Ноу Фир Просто кайтит И берет Всю агрессию команды Форэнкерсен Си Кэптон На себя Удар принял и ушел Резалюшн слился здесь А Но Олвис Мэна Флая Получилось Засейвить Ух Месиво-то какое 22 тысячи Выигрывала Команда Форэнкерсен Си Кэптон По голде Теперь меньше десятки По экспириенсу 22 И теперь Где-то 7-7 с половиной Смотри на обуви Соно Флай Он уже тут Иллюзиями фармит Он же иллюзиями создает Видимость Агрессии Ну пускай Не Флай Это Алоха Дэнс У Флая Через 15 секунд Будет 2 Глобал Сайленса Под ними Драться можно Под ними Нужно даже Драться Давайте вообще По артефактам Пробежимся 4-100 У ПЛ В принципе У Сайлента Уже готов Готов Баттерфляй Только Приобрести его надо Одну Секундочку Есть ли Байбэк Ну байбэк Есть У Сайлента Вряд ли он будет Тратить деньги Сейчас На Баттерфляй Не очень Это важно Да Сайлент Скорее всего Оставляет деньги На байбэк 2 850 У него в избытке Это означает Что Ну 1200 Еще надо ПЛу насобирать До появления Баттерфляя Чтобы осталось На байбэк 25 левел Так у нас Трикси Где-то там Огребает Это все От крипов Лох Я шучу Конечно Трикси Очень даже В порядке Когда герой Половину хп На крипов Сливает Но это Феникс Феникс должен Сливать хп На Тон и Феникс По Нетворсу На Эмфи Продолжает Лидировать Но уже посмотрите Насколько Изменилась ситуация Было 28 Против 21 тысяч От ПЛ А теперь 29 30 против Не против Саунда Против Фантом Лансера Он ничего не сделает Мне кажется Против Антимага Воида Спектры Сф Не такой Жест Против Перефармленной Наги Тоже мне кажется Не сделает Ну это мое мнение Сф С каждой минутой Теряет свою мощь Больше слотов У Сфа не появится А Каких-то супер Крутых штук Например Эти 72 урона Которые даются ему В скором времени Это будет Мало что значит Тем более Посмотрите на ПЛ У ПЛа 28 дефа 28 Встроенного Дефа Жестяк просто И Сайлента До Байбека Не хватает 550 голды Если сейчас Слиться Катка будет Проиграна Это факт 23 тысячи Выигрывала Команда Фаренкерс Сенси Кэптон Теперь Всего лишь 5 в их пользу Ну и здесь 22 по экспириенсу Теперь 8 в их пользу Под смоком Команда Эмпайр Будет заходить Резолюшн идет первый По идее Резолюшн должен Ворваться Дать Хекс Дать Сала Дать Дримкоил А потом уже Под глобалом Все спокойненько Распиливается Ну Смоук с пал Команда Эмпайр До атаки Так и не добралась На своем Хайграунде Фаренкерс Сенси Кэптон Зажато Они понимают Что преимущество Они потеряли Теперь как-то Надо выкручиваться Из этой ситуации У меня или чат Подвис Или что Ребят Напишите Что думаете По Развитию Этого матча У кого больше шансов Выиграть И кто В итоге Затащит Кто за кого Болеет Это понятное дело Но По ощущениям Выиграет ли Империя Эту катку И сможет ли Закамбэчить Камбэк то уже есть 22 до 5 Очень даже Крутой Так Под смоком Команда Фаренкерс Сенси Кэптон Начали пилить Иллюзию Эмпайр Понимает Где находятся Их оппоненты Есть Сонгу В Сайрену Наги Нага Просто должна Хотя бы Кого-то Увидеть Ай-яй-яй Лаги 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 Пройдите Мне нафиг Не нужны Так Глобал Пошел У нас От Сайленсера Валикс Матумба Мэн Летит за ними Резолюшн Резолюшн Дримкоил Ставит По двоим Матумба Мэна Должны Распилить До того Как он улетит Отсюда Матумба Мэн Отправляется В таверну Сноубол У нас Пошел От Ноуфира Развалили Феникс Сан Дальше За Валикс Валикс Стоять На месте Дальше За Немфи Просто гнать Его Резолюшн Полетел Резолюшн Даггер Есть Через 5 секунд Будет Даггер Есть Еул Просто Надо Увидеть Немфи И поднять Его 2 секунды Резолюшн Прыгает Дальше Никуда Он не прыгает Ждет Элизори Уор Резолюшн В принципе Прилетает Поднимает Немфи И можно Нападать Да Все Есть У нас Еул По Немфи А Немфи Начинает Просто Бить Резолюшн И идет Ну и неудивительно Немфи Очень мощный Герой Против Резолюшн Он готов Файтиться Но против Толпы Вряд ли Получится Команда Эмпайр Делает Минус 3 Заходит На ХГ Нижний Лайн Тут Без Бараков Крипы Уже На Базе Просто Заходи Пили Или Т4 Пили Что Хочешь Пили Просто Пили Вторая Линия Падает Причем Мне кажется С вероятностью 100% Матумба Мэн Прилетел Через Шивас Гвард Надамажил Плотенько Всех Закрыли Немфи Немфи В БКБ Немфи Requiem Of Soul Провязал Сайлент Через Доппельгангер Все это Заивейдил Минус СФ У СФ Есть Байбек Но он его Не юзает Пока Третья сторона Будет падать Здесь Крипы Уже Есть Уже Можно Идти Просто Пилить Третью Сторону Команда Эмпайр На третью Сторону Почему Немфи Не байбекается Чувак Это все Не закончится Просто так Немфи Байбек Ну Сосно Бол Пошел У нас В Хрен знает В кого В крипов Или Я так и не понял В кого Все Третья сторона Упала Мега Крипы У команды Эмпайр Мега Крипы Алоха Дэнс Вот Матумбамэ Начинает Огребать Где Сайлент В это Время Сайлент В это Время Наваливает По Валексу За всю Ту Обиду За все Эти Эмбрейсы Которые Нервишки Трипал Немфи Нало ХП Немфи Против Сайлента Ну Это ПЛ Это Шестислотовый ПЛ Против Которого Хрен Вообще Что Ты Сделаешь Матумбамэ Выпиливают Всех Выпиливают Ну И что И трон Мне запилили Минус 5 Делает Команда Эмпайр Тим Вайп Под Конец С этой игры Трипл Кил От Сайлента 37 36 В конце Игры Команда Эмпайр Выходит Вперед По фрагам Это Конечно Мало Что Значит Но С другой Стороны Приятно Посмотреть Ну Вы Видели Да Что Здесь 22 Тысячи Выигрывала Команда Фрэнк Сэнси Кэптон И Закомбэчили Где-то До Трешки В плюс Ну И Здесь Тоже 22 В Ноль Эмпайр Толком и Объяснить Нельзя У СФ Аж 43 ГПМ 713 У Фантом Лансера Ну На то он и ПЛ Команда Фрэнк Сэнси Кэптон Как собственно В подтверждении Моим ранее Сказанным словам Затянула Слишком Эту игру СФ Против Фантом Лансера В лейте Не боец В принципе Как и Против любого Лейтового Керри Такого Серьезного Хардкерри Ну что Друзья 55 минут 56 секунд Матч был интересным Ярким Команда Эмпайр Выигрывает Первый матч Против Форэнк Сэнси Кэптон Напомню еще раз Это сетка Лузеров Кто проигрывает Тот вылетает Империя В двух шагах От вылета Им нельзя Проигрывать Катки Ни в коем случае Лучше Без Дополнительных матчей 2-0 И Голнекст Все Услышимся через 3-4 минуты Пока там Пересоздается Лобби Напомню еще раз Это студия Гракам ТВ Вы находитесь На нашем канале На Твиче При поддержке Тим Эмпайр Не забывайте Нажимать фоллоу На нашем канале Платное Бесплатное По желанию Абсолютно Как хотите Нам по-любому Будет приятно Ну и заходите В группу ВКонтакте Наш канал на Ютубе Все к вашим услугам У микрофона Друг Работаем дальше Услышимся через 5-6 минут Субтитры сделал DimaTorzok